МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, мои дорогие студенты! Здравствуйте! Спасибо, садитесь. Давайте начнем наша лекция сегодня, которая называется «Что такое ментальный счет?». Я специально принес одну из первых компьютеров, счеты. Пускай он будет стоять у нас здесь, и вы будете смотреть. Моя лекция немножко будет касаться родителей, и чтобы они слышали, я на этот экран больше буду внимания обращать ваше. Три вещи, которые нужны для начальной обучения в школах, это читать, считать и писать. И проблема эта, скорее, прежде всего, не школы как таковой, а самих родителей. Давайте обратим внимание, что все эти три действия – это как раз и есть начальное развитие детей. Ну вот я специально тут привожу данные о том, как, какую часть, что мы запоминаем, вы должны просто знать, что у нас есть пять органов чувств, и эти пять органов чувств нам успешно жить позволяют в жизни. То, что мы слышали, услышали и забыли. И не так быстро работает система, которая построена на слухе. Есть у нас глаза, которые достаточно быстро умеют менять информацию и обрабатывать информацию. Поэтому в школе мы начинаем сначала механических движений, а потом постепенно переходим ко всем остальным. Самое главное – к 10-му классу, к 11-му классу дети учатся быстро обрабатывать зрительную информацию. Что же такое ментальный счет? Слово «ментальный счет» означает, что мы считаем. Счет бывает двух типов. Это когда мы количество считаем, и счет бывает, когда мы порядок. Первый, второй, третий. И самое интересное, для каждого из этих вариантов у нас существует своя система обозначений. Один, два, три, четыре, пять и так далее. И есть еще система, когда мы говорим первый, второй, третий и по порядку. Многие названия для слов, обозначающих счетные единицы, теперь уже забыты, и не всегда они используются. Тем не менее, давайте вспомним, что есть у нас один, два, три, четыре, девять, десять, а после него у нас почему-то один с идет. Хотя мы помним, что двенадцать – это дюжина остаток. Дальше мы считаем двадцать, тридцать, сорок. Сорок опять, не четырадцать идет. И такая система, это означает, что мы должны научиться быстро в уме считать. Ментальный счет означает всего на всего слово счет в уме. Этот счет всегда достаточно легко может быть освоен, если мы помним, что у нас калькуляторы всегда с собой. Покажите мне, пожалуйста, свои калькуляторы всегда ли с собой. Итак, давайте посмотрим. Один, два, три, четыре, пять. Посмотрели? Посчитали? Теперь с другой стороны. Один, два, три, четыре, пять. Если мы хотим теперь таблицу умножения выучить, то у нас будет один с этой пальцем, один здесь. Один умножили на два. Сколько получается? Пара. Два. Два умножаем на два. Сколько у нас получается? На двух руках по четыре. Если мы будем пальцы ног включать, то мы спокойно выучим таблицу умножения до пяти. Понятно? На четырех пальцах по одному большому пальцу, это сколько будет? На ногах и на руках. По большому пальцу выставлены? Четыре. Один умноженный на четыре. Два умноженное на четыре. И так далее. Теперь давайте посмотрим. Каждый счет у нас, название имеет свое. Один, два, это мы называем два. Когда у нас два пальца, потом еще один палец, это мы называем три. Итак, мы начинаем каждому слову придумывать новое название. Один, два, три. Так появился счет. Теперь мы можем отметить для себя. При счете у нас есть еще парные числа. То, что делится на два. Это называется четные числа. Помним про это? Да. Значит, четные числа. Два. Считаем вместе. Хором. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Дальше. Двенадцать. Достаточно. Значит, знаем. Вот интересная система, которая позволяет нам считать. Смотрите, кружочки мы обхватываем сбоку. Раз, два, три. Смотрите снова. С левой стороны обхватывается. Четыре, пять. Следующий. Семь. Следующий. То есть, получается, здесь мы обхватываем нечетные числа. Посмотрите теперь, клеточки, сколько у нас получается. Два на два, четыре. Три на три, девять. Четыре на четыре, шестнадцать. Пять на пять, двадцать пять. Видим закономерности какие? Обратили внимание? Теперь давайте посмотрим. Вот на этот рисунок подскажите мне, пожалуйста, сколько тут всего предметов? И каждому предмету найдите пару. А теперь давайте посмотрим, к какому предмету, какой предмет на пару идет. Шапочка и шарф. Пила и дрова. Ваза. Четыре. И так мы предметов можем всегда найти пару. И каждому предмету двум мы можем третью найти. Значит, родителям больше всего, чтобы математика хорошо пошла, надо пользоваться различными играми. Игры можно использовать в качестве предметов для игр, все что угодно. Давайте посмотрим еще раз освоение счета. Посмотрите, клеточки внизу у нас. Один, два, три. Здесь что будет? Четыре. Четыре будет. Теперь здесь посмотрите. Это здесь пополам разделены. Сколько слева и сколько справа? Четыре. Четыре, да? Только здесь, с левой стороны у нас четыре кружочка закрашены, а с правой стороны один кружок закрашенный. Посмотрите, которые из них парные. Здесь у нас горизонтальные полосочки, здесь горизонтальные. Здесь какой нужно будет полосочки делать? Вертикальные. Здесь какие будем делать? Слева направо вниз идущие, да? Параллельно, чтобы сравнить. А теперь здесь смотрите. Здесь справа налево вниз пусающие. Штриховка должна быть. Понятно? Теперь посмотрим на следующую картинку. Опять-таки, сколько здесь предметов? Восемь предметов. А клеточек сколько? Девять. Яблоки. Две штуки. Груши. Раз, два, три. Вишень. Три ветки, по два. Чего не хватает? Яблоки не хватает. Теперь давайте вместо того, что предметы, которые всегда можно под рукой у родителей быть, обозначение системы, которую мы называем в случае чисел цифрами. Посмотрите сюда. Одна полосочка, галочка, да? С одной полосочки галочка, с одной. Таких сколько у нас тут? Три. Теперь давайте посмотрим. С двумя полосочками сколько тут у нас? Три. Который не хватает. Куда будем ставить? Три. Вот сюда поставим. Так, да? Почему? Проверим себя. Давайте с тремя полосочками галочки. Три штуки. Значит, всегда можем группировать имеющиеся вещи. Или предметы, с которыми мы оперируем. Вот мы говорим о счете. Счет, в свою очередь, подразумевает, что есть действие с этими числами. Мы можем их складывать, мы можем их умножать, мы можем их делить, мы можем их вычитать. Если мы так будем, эти действия хорошо выучим, то тогда мы можем математику применять во всех сторонах своей жизни. Если мы будем записывать музыку, там присутствует математика. Если присутствует какой-нибудь художественная деятельность, то то же самое. А теперь давайте посмотрим, как мы можем считать. Значит, каждый из вас загадывает любое число. Нет, нет, про себя только. Чтобы это число было больше трех. Родители тоже могут участвовать. Поставьте свой пальчик сюда, на это место. Кто с какой загадал число, считает про себя? Вот я считаю. Один, два, три, четыре, пять. Я до пяти посчитал, поэтому здесь остановился. Кто до скольки считает, останавливается там. Остановились? Посчитали? Теперь я считаю в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. Какой цвет? Оранжевый. А у вас? У всех оранжевый получился. Теперь скажите, какой я загадывал вам? Оранжевый. Значит, процесс освоения счета с детьми начинается с детства, и используются при этом все предметы, которые у вас под рукой. Вот давайте посмотрим. Самый предмет, первый, который, в общем-то, у всех бывает под рукой, это часы. На часах можно обратить внимание, что есть арабские цифры, числа – это обозначение. Есть римские. Давайте посмотрим. Это один, два пальца – римский два, три пальца – римский три, а когда у нас пять пальцев, это вот так показываем, это римский В. Если не хватает одного пальца, то это четыре обозначения. Если у нас один палец лишний, то это шесть обозначения. Теперь давайте посмотрим насчет своих арифметических действий. Еще раз пальцы свои выставили. Калькулятор у нас с собой всегда? Да. Вот про это не забываем. Посмотрим теперь арифметические действия. Семь умножить на девять. Видим? Тетради у себя напишите, кто с собой взял тетради. Семь и девять. А? Шесть три. Минуточку, минуточку. Я не сомневаюсь, что вы уже научились считать. Но мы с вами осваиваем, а что же такое ментальный счет? Давайте посмотрим. Итак, семь на девять написали? Под семеркой кружочек, под девяткой кружочек. Написали? Теперь давайте посмотрим. Девяти до десяти сколько не хватает? Значит, единичку пишем под семерку. Написали? Семи до десяти сколько не хватает? Трех. Под девятку пишем. Написали? У нас вот следующая картинка, которая написана, я сейчас покажу. Значит, под семеркой единичка, под девяткой три. То, что не хватает. Понятно? Значит, семь умножить на девять. Пишем, равняется. Посмотрите. Семь минус один сколько будет? Написали после знака равенства шесть сюда. Теперь дальше. Один умножен на три. Сколько будет? Три. После шестерки сюда пишем три. Сколько получилось у нас? Шестьдесят три. А если мы это будем использовать для более больших чисел? Давайте посмотрим. Сто четыре умножено на сто девять. Давайте посмотрим. У нас здесь лишнее, поэтому пишем сверху. Кружочек наверху. Сто девять. Насколько больше ста? Девять. Пишем девятку наверху. Сто четыре. Насколько больше? На четыре. Над девяткой пишем. На сто девять пишем четыре. Проверим теперь. Сто четыре плюс девять. Сколько будет? Сто тринадцать. Пишем после знака равенства. Сто тринадцать. Теперь дальше 4 умножить на 9 Сколько будет? 36 Приписываем 36 Значит результат у нас получается 11336 Нужно при этом столбиком умножать Механизм очень простой Весь этот механизм Проходит в школе Не всегда обращаю внимание Что это простые арифметические действия У нас презентация будет на сайте В сети ВКонтакте И даже видеоролик потом Поэтому вы можете потренироваться вместе с родителями Я специально этот самый сайт Теперь посмотрите Это русские деревянные счеты Обратите внимание как расположены Родителям полезно это использовать Для обучения детей своих в счету Здесь у нас Если найдут Ну и они есть Сейчас они очень популярны стали Почему-то возвращают древнему Риму Абакус Или Сарабан Это древнекитайский вариант А это русские счеты Это единички Это десятки Это сотни Это одна десятая Это одна десятая Одна сотая А вот это вот промилле Одна тысячная Слово процент Это одна сотая А промилле Это однотысячная А вот когда нужно было четвертинку писать Одна четверть Две четверти То есть половина Три четверти И четыре На рисунке представлен Абакус Древний инструмент Который используется Теперь по специальной технологии Который давно используется На Востоке Которому теперь вернулись По-своему Значит При освоении Ментального счета Абакус В отличие от русских счетов Имеет два деления Два отсека Наверху Два по пять Это десятки Наверху видите А здесь по четыре Это считается единички Это у нас как обычно единички Это у нас вторая позиция Десятки Третья позиция Это сотни Сейчас я приведу примеры Посмотрите На счеты наши Это вот у нас Пятая позиция слева Да? Это четвертая позиция Это третья Это вторая Это единички Значит сколько здесь единичек? Пять Почему пять? Потому что пятерки считаются верхней половине Здесь у нас десятки Сколько десятков Подтянуто наверх? Четыре Значит сорок пять Идем дальше Сотни Три Костяшки подтянуты Значит триста Посмотрим Тысячи Девять костяшек Десятки Одна Костяшка Значит двенадцать тысяч Триста Сорок пять Вот эта система Которая используется Для ускоренного обучения Ментальному счету Почему ментальный счет Получил развитие? Потому что у нас два полушария Я почему обратил внимание На начальные Начальные классы Когда мы используем Две руки У нас две Полушария Головного мозга Работают На этих счетах Используется Правый палец Указательный палец Правой и левой руки Они одновременно у нас Позволяют Воображение Включить И Логическую часть Подсчета Использовать Вот посмотрите Теперь Четыре плюс один Действие Как происходит Видите Четыре плюс один Получается девять Оттянули И получилось Теперь Восемь плюс шесть Четырнадцать Как получается Сначала Откладываем Верхний пять Нижний три Восемь Добавляем Шесть Это будет Пять плюс один Пять плюс один Добавляем Лишняя пятерка Оттягиваем И у нас Получается Четырнадцать Вот это Ускоренное обучение Которое На пальцах Мы выучиваем Как таблица умножения Которое Наизусть Почему-то Оставили И Выучивают Очень трудно Почему-то Таблица умножения Так и остается Вызывая страх У детей Математики Математика Очень просто Если у нас Все руки Пальцы с собой Всегда можно использовать Ментальный счет Пальцы поставили все Держим Значит Там у меня обозначение Лицом к себе поставили У вас как раз и видно Посмотрите на свои руки Пальцы номерации идут С большого Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Запомнили? Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Еще раз Раз Два Три Четыре Восемь Восемь Девять Десять Есть обозначение? Это была Десятиричная система Для ментального Теперь считаем Снова Фаланги на пальцах Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать То есть дюжина На этой руке Двенадцать Фаланг Дюжина На этой руке Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Дюжина Две дюжины Запомнили хорошо? Мне нужно, чтобы вы это запоминали Значит, если мы учтем, что на пальцах у нас есть еще в кисти рук еще одна фаланга, то получается один, два, три, четыре. Четыре пальца большим пальцем указывают легко, то получается до шестнадцати. Поэтому сегодня существует двенадцатеричный, шестнадцатеричный и по пальцам десятиричный системы счет. Для детей, для секретного разговора с родителями, когда спрашивают, сколько, можно на пальцах показать. Мама, это какой палец мы показали по фалангам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? Если вот так руку держим и показываем, мы говорим семь. Шифровка, которая использовалась, которая веревочная, это опять математика, то же самое с системой. Если я держу вот этот палец фаланги, показываю, это сколько получается? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И если мы эти руки используем, то у нас очень легко получается ментальный счет. Теперь посмотрите римские обозначения тех же самых пальцев. Римская система исчисления. А теперь давайте посмотрим. Счет. Я специальной картинке приводил, где предметы шарфы, шапки и прочее. Они очень разрозненные. Очень популярной стала игра судока, опять-таки с востока пришедшие. Восстановили просто они свои традиции и добралась до нас. Посмотрите теперь такую картинку, где не цифры используются для обозначения тех или единых знаков. А вот такие символы. Квадратики, ромбики, знаки плюс, звездочка. Где здесь может быть на первой полосочке звездочка? Есть по одной? По одной звездочке есть? Так, дальше. Ромбик здесь есть? Здесь ромбиков нет. Значит, ромбик может быть здесь или здесь. Посмотрим сюда. Здесь ромбик можем поставить? Значит, получается ромбик только здесь? Значит, если мы ромбик сюда поставим, то здесь или здесь ромбик может быть? Это опять игрушка, которая позволит вам освоить ментальный счет. Значит, русские счеты, о которых я начинал, обратите внимание. Это десятая часть, это сотая часть, это тысячные. И та же самая система, бывшая или древняя Авакус. В Авакусе использовались два ряда камушков. Прежде чем таблицу умножения перейти. Еще раз, давайте посмотрим пальцы свои и вместе с родителями. Пальцы помните? Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Мы умножали с вами там шесть на девять, помните? Шестьдесят три. Значит, на этой руке у меня семь, седьмой палец, показываю. На этой руке девятый палец, показываю. Стыкую вместе. Состыковали пальцы свои? Давайте. Седьмой палец, девятый палец, стыкую вместе. Сколько у меня пальцев показывается? Это сколько у меня тут пальцев? Семь. А? Сколько у меня здесь пальцев? У всех? Восемь. Два стыкованных пальца? Ниже моих пальцев с этой стороны один, с этой стороны три. Все вместе сколько? Семь. 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 Кто сказал мне семь? Посчитай мне семь пальцев. Посчитай мне пальцы. Давай, руками считай. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Здесь у меня шесть пальцев. Значит, после знака равенства пишем что? Шесть. Смотрим с этой стороны. Сколько пальцев? Пять. Сколько с этой стороны торчащих пальцев? Пять. Ментальный счет изучаем. Пять. Это сколько? Покажи мне, посчитай, сколько здесь? Сколько здесь пальцев? Посчитай мне. Один. А с этой стороны? Посчитай мне пальцы. Сколько тут у меня пальцев? Три. Посчитай, посчитай. Два пальца всего пальцев. А? Два. Посчитай ты. Два. Два пальца здесь? Три. Три. Сколько здесь пальцев? Три. 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 Значит, получилось у нас? Один умножить на три. Сколько будет? Шестьдесят три. Проверим еще раз. Восемь умножаем на восемь пальцы. Восьмой палец. Средний пальцем стыкуем. Посмотрите. Сколько пальцев? Шесть. Шестьдесят. Два пальца с этой стороны. Два пальца с этой стороны. Четыре. Два на... Два на... Два пальца на два умножаем. Сколько будет? Четыре. Значит, сколько получилось? Шестьдесят. Шестьдесят четыре? Да. Девять на девять умножаю. Четыре. С этой стороны? Четыре с этой. Вместе. Восемь. Один умножаем на один. Восемьдесят один. Да. Точно так же можно считать. Сто четыре. Раз, два, три. Сто четыре. С этой стороны. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятый. И точно так же сосчитать можем по системе ментального счета. Когда мы это пальцы используем или используем арифмометр, я называю это арифмометром, калькулятором. Это отдельный разговор, как люди создавали систему облегчения для счета. Можно использовать разные. А теперь давайте посмотрим насчет таблицы умножения. В ментальном счете таблицы умножения почему-то у некоторых вызывают трудности, выучивают их наизусть. Не надо их учить наизусть. Учить наизусть не надо. Посмотрите сначала. От одного до трех клеточку нарисовали. Считаем на пальцах клеточки сколько у нас получается здесь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Клетка девять. Умножаем три на пять. Три строчки, пять столбцов. Пятнадцать. А если мы местами переставим? Пять строчек, три столбца. Это то же самое? Да. Посмотрите, это то же самое повернутый ящик. Три на пять. Пятнадцать. Значит это пятнадцать получается. Хорошо. Идем дальше. Можно на листочке провести полосочки. Давайте проведем полосочку такую. Наискосок один. И чуть пониже вот так. Две полосочки. Две горизонтально наискосок. А с другой стороны проведем двадцать. Две полосочки так. Двадцать. И чуть ниже четыре. Если мы посчитаем количество пересечений, это будет как раз и есть результат таблицы умножения. Посмотрите теперь на таблицу умножения. В угол. Вместе смотрим, дети. Родители внимание обращают. Один. Написали? Давайте теперь вспомним. Нечетное число. Следующее какое? Четное. Три. Три. Один плюс три. Сколько будет? Четыре. Пишем четыре сюда. Дальше. Следующее нечетное число после трех. Какое? Пять. Четыре плюс пять. Сколько будет? Девять. Девять. Следующее нечетное число. Какое? Четыре. Четыре. Добавляем. Сколько получается? Шестнадцать? Следующее нечетное число. Какое? Девять. Шестнадцать плюс девять. Получается? Пять. И дальше мы можем продолжать эту таблицу. Теперь посмотрите сюда. Любое место. Сорок девять. Нечетное число. Один. Отнимаем. Сорок восемь. Отнимаем три. Сорок пять. Отнимаем пять. Сорок. Отнимаем. Семь. Сорок. Сорок. Сколько будет? Сорок. После следующей девятки отнимаем. Сколько будет? Видите? Точно так же наверх идет. И ничего удивительного в таблице умножения нет. Итак. Завершая свою лекцию, я хочу сказать, что ментальный счет – это способность, используя подручные средства, в русской школе, посмотрите по интернету, в конце лекции у меня тут указана литература, которую можно посмотреть, была система Перельмана, которую учили, ну, мои родители еще по этой системе в уме легко считали. Это система счеты. Поэтому счеты, предметы, которые позволяют вам легко считать, используйте при обучении счету. Есть система счетов, так называемые четки, они бывают разные у православных, у иудеев, у мусульман, разные количество, они используют для того, чтобы выучить в частности систему счета. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Султанович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова